Люсик, иди в кадр, доча. Иди, моя красота. Здесь сегодня 25 октября. Доброе утро. Мы собрались в школу. Люся скромничает, не хочет приходить в кадр. Иди, звезда. Иди, моя хорошая. Я поехала вот так вот. У нас прохладненько. Кстати, штанишки у меня тепленькие такие вот, бархатные какие-то. Велюровые. Нет, не велюровые. Велюровые, да. Велюровые штанишечки. Я под них надела башмачки моего любимого цвета, а потом уже подбирала вверх. И решила, что я сегодня вот такая вот звезда пойду. Причем мне хочется вот здесь сцепить. А там почему-то сцепки никакой нет. Может мне чего-нибудь пришить надо. Мне кажется, вот так было бы интересно. У меня такой шалевый воротник. Глинный, красивый. И я сегодня второй раз выгуливаю подряд вот этот вот зубчик, который никак не мог найти себе возможности куда-то выйти. Вот такая. Я, кстати, еще накину пальтишечко сверху. Сейчас покажу, какое. Думаю, что вот это. Думаю, что вот это. Оно у нас так тепленькое, хорошее. И у нас вчера было 12 градусов, но ветрено. И даже когда я школу закончила, все равно было прохладно. И я была рада, что я накинула вот такую вот хорошую, уютную курточку вчера. Поэтому не будем рисковать. Сегодня с утра прохладнее, чем вчера. А потом-то будет вчерашняя погода. Но если видите, что оно вот так очень уютно, даже когда немножечко идешь до машины. Я, кстати, выбирала из своих нарядов вот этот мне ключик надеть или вот этот зубик. И все-таки решила, что я погуляю с зубиком. Хотя и этот, безусловно, входил. Но он более нарядный. Но я в школу наряжаюсь на работу, как на праздник. Поэтому у нас. Вот так я сначала одела другую блузочку под низ с вырезом. Но как-то она мне становится коротковата. Надо вес потерять немножечко, избавиться от лишнего веса. Потому что у нас сейчас нет баров с июня месяца, благодаря которым я вес держала очень легко. А теперь мне надо брать какую-то еду с собой. А я люблю очень вкусно поесть. Бары это вкусно. Они меня всегда выручали. Жду с нетерпением, когда появятся. Тогда у меня вопроса с весом не будет. Сейчас вот надеваю и чувствую, что вещи растягиваются в ширину и становятся коротковатыми. Для меня пришлось поменять вот блузочку на светерочек. Но он такой же вот плюшевый, хотела сказать. Велюровый, как и штанишки, только цвет у них отличается. Из украшений на руках у нас вот мое любимое колечко. Из березы Люсина колечко. Я в этом году часто Люсина колечко стала надевать. Здесь у меня вот такое удовольствие тоже с бирюзой на мизинчике. И вот такое шикарное кольцо. Подарочная авторская работа нашего местного художника. Вот на этом пальчике у меня осталось. Я с удовольствием его надеваю. Оно более чем оригинальное. Ногти надо сегодня переделать. Губы мы сейчас с вами переделаем. Потому что у меня тут розовый цвет. А я традиционный свой нарисовала. Мы сверху прямо положим вот этот малиновый. Я без зеркала. Надеюсь, что я не промазала. Я умею примерно даже вообще без экранчика делать. И из ароматов я выбрала вот эту башню. Не помню название. Это какой-то певицы бренд. И я его взяла исключительно из-за дизайна самого флакона. Он мне напомнил Эйфелеву башню. Не знаю, вам что напоминает. Мне он напомнил эту башню. Мне захотелось его купить. Я попробовала. Аромат мне нравится. Может быть, уже пора выучить бренд. И может быть, придется потом второй такой взять. Или может быть, что-то из ее линии. Мне он мурчит. Может быть, и вам замурчит. Спасибо, что на меня посмотрели. С вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Не забывайте пальчики, пожалуйста. Либо вверх, либо вниз. Я буду вам за это очень благодарна. Хочется, чтобы была ответная реакция. Пока-пока.